В Министерстве образования Алтайского края подвели итоги опроса, что же дети хотят видеть в школьных столовых. Опрос проходил в соцсетях ведомства. А сейчас ко мне в студии присоединяется моя коллега Ирина Корчагина. Она подробнее расскажет об этой теме. Ира, привет. Так что же все-таки школьники хотят видеть в своих тарелках? Привет, Андрей. Нельзя сказать, что результаты опроса однозначны, как нельзя абсолютно сказать, что все дети однозначно предпочитают чипсы, бургеры и прочий фастфуд. Две недели школьники голосовали за лучшее меню в своих столовых. В опросе приняли участие более 500 человек. Выяснилось, что на первом месте у детей все-таки мясное, рыбное блюдо с гарниром. На втором месте пицца, сосиска в тесте, беляш. На третьем свежие овощи и фрукты. Сладкая выпечка, молочные продукты и каши в лидера не попали. Опрос мы запустили для того, чтобы первое проанализировать вкусовые особенности детей. Второе. Разработать с диетологами рекомендации не только для питания в школьной столовой, но и, конечно же, для родителей. Потому что на сегодняшний день это очень важный вопрос. Желудочно-кишечные заболевания в числе заболеваний детей сегодня стоят на одном из первых мест. Вот этого нам нужно было бы исключить. Поэтому, естественно, что ни беляши, ни пицца не появятся в школьных столовых. Вообще, вопрос школьного питания всегда стоял острый. Периодически в родительских чатах возникают споры по этому поводу. Дети часто жалуются на холодную и невкусную еду. Например, следующее видео нам прислала одна из мам Барнаула. Ее сын сейчас расскажет, чем именно его не устраивает еда из столовой. И с соображением безопасности ребенка мы не показываем его лицо и изменяем голос. Все-таки школьная столовая – это комплексный обед, который не может быть индивидуально направлен для каждого ребенка. Здесь исключения могут составить только те дети, которые имеют хронические заболевания. Желание желаниями, но у нас есть калорийность, у нас есть белковая составляющая. Хочется верить, что опрос, проведенный Минобром, будет иметь хотя бы какую-то пользу и поможет найти компромисс между желаниями детей и рекомендациями гастроэнтерологов.